Всем привет! Всем привет! Я Мила. Я Настя. Сегодня мы на канале реакция девушек и сегодня мы смотрим самурайские истории. Да, что-то новенькое. Давайте начинать. Думаю, ни для кого не секрет, кто такие самураи, особенно после недавнего призрака Цусимы. И, наверное, вы все также знаете про существование Бусидо, оно же книга Хагакура «Скрытая в листве». Это такой самурайский кодекс, практическое и духовное руководство для трушного воина. Целый кладезь самурайской мудрости. Например, в ней говорится, что самурай должен быть смелым, сильным, решительным, учтивым и стремиться к благородной смерти. Но есть там и такие, мягко сказать, странные цитаты. Я бы даже сказал «Об***ительные истории», после прочтения которых я решил, что просто обязан их экранизировать. Я не буду менять в тексте почти ничего, а буду просто зачитывать именно так, как написал автор. Садитесь поудобнее, будет весело. Но слабонервным советую воздержаться, так как все-таки самурайские поучительные истории очень кровавы. Начнем. Мастер незаметности. Однажды Накану Макунасуке сел на небольшой корабль, чтобы совершить прогулку по реке Сумида и насладиться вечерней прохладой. Но на корабле оказался негодяй, который начал грубо издеваться над пассажирами. Когда негодяй подошел к борту, чтобы помочиться, Макунасуке незаметно отрубил ему голову, и она упала в реку. Чтобы люди не увидели этого, он быстро прикрыл тело вещами, которые попались под руку. Затем он сказал капитану, об этом никто не должен знать. Плыви в верховье реки и похорони тело. И я хорошо заплачу тебе за это. Капитан сделал так, как велел Макунасуке. Но в лагуне, где было похоронено тело, он отрубил голову капитану. Говорят, об этом никто не узнал, кроме одного юноши-мужеложца, который занимался проституцией на корабле. Макунасуке указал ему на тело капитана и сказал, этот человек тоже был мужчиной. Учиться рубить нужно, когда ты еще молод. После этого юноша разрубил труп один раз. Поэтому он не рассказал о случившемся впоследствии. Смею заметить, что самураи тех времен были еще те глиномесы. Например, Ихара Сайкаку написал известные всем строки. Подросток без старшего любовника все равно, что женщина без мужа. Пи***ть. Мешок риса. Дохаку жил в Киру Цитибару. Его сына звали Горобей. Однажды, неся мешок с рисом, Горобей встретил Ронина, мастера Кумасира Сакё, по имени Ивамура Кюнай. По поводу каких-то давних разногласий у них возникла ссора. И Горобей ударил мешком Кюная. Завязалась драка, в ходе которой Горобей толкнул Кюная в канаву и вернулся домой. Кюнай долго выкрикивал угрозы вслед уходящему Горобею, но потом тоже вернулся домой, где рассказал обо всем своему старшему брату Гениемону. Вдвоем они направились к Горобею с намерением отомстить. Когда они подошли к дому Горобея, оказалось, что дверь немного приоткрыта. Горобей ждал их за дверью с обнаженным мечом. Не подозревая об этом, Гениемон вошел и Горобей ударил его. Гениемон получил глубокую рану, но опираясь на меч, вышел из дома. Тогда в дом ворвался Кюнай и зарубил Кацуэмона, зятя Дахаку, который сидел возле очага. После этого Дахаку вместе с женой сумели отбрать кинай меч. Кюнай начал извиняться. Я достиг своей цели, сказал он. Пожалуйста, верните мне меч, и мы с братом уйдем домой. Но когда Дахаку вернул ему меч, Кюнай бросился на него и наполовину разрубил ему шею. После этого они опять скрестили мечи с Горобеем и дрались на равных, пока Кюнай не отрубил Горобею руку. После этого Кюнай, тоже порядком израненный, взвалил себе на плечи Гениемона и направился домой. Но Гениемон умер по дороге. У Горобея было очень много ран, и хотя ему удалось остановить кровотечение, он умер на следующий день от того, что выпил немного воды. У жены Дахаку были отрублены несколько пальцев. У Дахаку был разрублен позвоночник в области шеи. Поскольку горло осталось целым, его голова свисала наперед. Поддерживая голову рукой, Дахаку отправился к хирургу. Лечение хирурга было следующим. Сначала он смазал челюсть Дахаку настойкой живицы на масле и перевязал ее волокнами китайской крапивы. Затем он прикрепил веревку к макушке его головы и привязал ее к переслайне, чтобы голова не падала, пока он будет зашивать рану. А потом он велел Дахаку лечь и засыпал его тело рисом, чтобы тот не мог пошевелиться. В течение трех дней Дахаку ни разу не потерял сознание и не переменил положение тела. Он даже не пил настойки женьшеня. Говорят, что только когда на третий день дал о себе знать его геморрой, он принял немного болеутоляющего. В конце концов, его кости срослись и он полностью выздоровел. Напоминаю, что все эти истории подаются как поучительные мудрости. А вот чему именно эти истории могли научить самураев, я бы с удовольствием обсудил в комментариях. Поэтому пишите свои версии в комментарии по поводу этих великих философских историй. Ну, а если наберется 150 тысяч лайков, я сделаю вторую часть. Ну, а на сегодня все. Не болейте, до новых встреч. Серьезно, перерубить всю семью это... Интересные философские мысли, конечно. Да, очень-очень, да, интересно. Интересно, что чему они учат самураевские истории. Ну, правда, тут там жестокостей прям достаточно. Прям достаточно. Нет, я не понимаю, в чем смысл перерубить всех? Ну, типа, да, прийти и... И перерубить всех. В чем смысл? Да какой смысл? Просто пришел и перерубил, господи, где вов-то там? Философия. Два раза взмахнул, ну, а потом сделал из этого философию. Почему нет? Все замечательно. Жестоко. Да, жестоко. Напишите в комментариях, как вам такая философия. И вы бы что из этого вообще поняли для себя, да. Вынесли. Вынесли, правда. Потому что вообще... Нам немножко непонятно. Но очень интересно как бы. Ничего не понятно, но очень интересно, что же и в этом философского. Так, ну что? Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Пока, до скорых встреч. До свидания.